Пока мы с ним общаемся, он обучается и понимает, что мы разговариваем примерно про вообще digital marketing, про работу Чё-то он не понял про 3 paragraph Отлично, кажется, я немножко ковырялся и дообучил его Ай ты, жук, остановись National Eye Institute, why ya? Systematic review on the effectiveness of eyewear То, что нам надо Всем привет Сегодня у нас немножко необычный ролик такой, технический Мы будем сегодня писать диплом с использованием chat GPT Но не весь диплом, конечно Основную работу тебе всё ещё придётся проделать самому И давай, собственно, сразу несколько дисклеймеров Это обучающий ролик о том, как сэкономить кучу времени Если ты студент последних курсов, это будет капец как полезно тебе смотреть Если ты прямо сейчас пишешь диплом, попрокрастинируй со мной и посмотри этот ролик Круто будет, если ты будешь параллельно пытаться повторять мои действия в своём дипломе по своей теме Это будет вообще топ-контент Второй поинт Не очень годится то, что я буду делать для сильно технических дипломов, где основная цель — это решить жёсткую задачку, а всё остальное в целом практически не важно Но куски, которые я сегодня покажу, будут всё равно полезными Третий дисклеймер — это то, что я не являюсь экспертом, специалистом, профессионалом в этой области Не пишу дипломы на заказ, не делаю миллион таких вещей и прочее, прочее, прочее Мне просто прикольно было совместить моё начального уровня понимания GPT-моделек и того, что они умеют делать С тем, как это можно практически применять Четвёртый, соответственно, дисклеймер заключается в том, что я учусь вместе с вами Вот я какие-то штуки научился делать, вот я что-то показываю И, наконец, пятый дисклеймер Я не буду слишком сильно стараться в этом ролике сделать полезность на единицу времени Типа этот ролик может получиться чуть больше, чем было бы идеально, оптимально Я буду болтать, я буду иногда что-то говорить, может быть, что-то левое То есть это не будет там суперсочный, плотный, обучающий ролик Воспринимайте это как можно, типа, поучиться GPT и немножко поболтать со мной Побыть со мной на этом ролике и просто послушать, что я говорю Вот, я буду стараться быть немножко забавным в процессе рассказывания чего-нибудь там, фактов каких-то И я не буду просто фокусироваться на каких-то инструментах и каких-то конкретных техниках Я буду прям делать, я буду прям делать что-то Долго, возможно, это будет там дольше, чем тебе хочется Короче, не обязательно смотреть весь ролик, вообще не обязательно его смотреть В целом можешь просто закрыть его и как хочешь Короче, это будет достаточно, кажется, прикольно У меня в голове интересные идеи по этому поводу Ну и погнали, что ли Я спрашивал в своем Телеграме, ссылочка в описании Daily Telegram, где я просто пощу какие-то свои там мысли и прочее Спрашивал тему дипломов у выпускников Вот, я выбрал одну из них, которая мне показалась наиболее простой Ну, чтобы, собственно, далеко не ходить Вот, мы будем использовать чат OpenAI Мы будем использовать Paraphrase от Quillbot Соответственно, мы будем использовать Overleaf для того, чтобы техать Вот, я тут уже подготовил какой-то шаблончик Этот шаблончик или шаблон плюс, написанный мною сейчас Вот какой-то диплом Я прикреплю в описании, чтобы ты мог скачать и редактировать его Вот, соответственно, все это будет по ссылочкам в описании к этому ролику И, ну да, в общем, вообще по ссылочкам в описании прогуляйся Там есть разные прикольные ссылки на способы поддержать меня Там, типа, бусти какие-то, там, описания, ссылочки на мои проекты, на мои каналчики Короче, подпишись везде, потому что, ну, я, типа, пилю прикольный контент И, да, не забудь подписаться на этот канал, поставить лайк видосу Давай приступать, что ли Собственно, поехали Значит, по какой теме, во-первых, мы будем писать диплом Тема вот такая Развитие цифровых технологий и маркетинга в сети магазинов очков Для обеспечения прорывной стратегии роста Вот это мне понравилось, потому что она реально легкая, вроде бы, в плане И совсем не техническая И понятно, что там нужна будет еще какая-то там статистика Или, короче, какой-то нормальный там эконометрический анализ Или какая-то куча данных проанализированных Вот эту часть мы трогать не будем, то есть основу диплома ты, дядя, напишешь сам Дядя по имени Миша Вот, Миша, я возьму твою тему А еще я не просто возьму твою тему, я немножко ее поменяю В силу этических соображений Чуть-чуть, чтобы не получилось так, что все, что я найду, будет идеально относиться к твоей теме И ты просто с этого ролика спишешь, короче Не хочу так Хочу, чтобы ты там, типа, поработал сам, подумал сам То есть проделал хотя бы все то же самое сам и тоже чему-нибудь немножко научился Вот Давайте назовем все, что мы сейчас будем делать Типа словами Пишем диплом за неделю Ну, потому что все пишут диплом объективно за неделю Но только в 2023 это стало ощутимо проще Погнали Да, писать мы будем на английском Поэтому, если у тебя проблемы с английским Блин, решай проблемы с английским Перестань уже не говорить на английском Начинай говорить Значит, развитие цифровых технологий маркинга в сети магазинов очков Для обеспечения правильной стратегии роста Начнем с перевода темы Так, что там Диджитал Типа Девелопмент Диджитал Маркетинг Что-то в сети Давайте сразу Транслейт Так, что Как сеть магазинов будет? Я что-то не очень это Чейн оф сторис Что-то вообще не то Так, не нравится мне Так-так-так-так-так Очки Glasses, да Диджитал Маркетинг Глассез Нет, что-то Сеть Давайте сеть магазинов очков Что-то странное Глассез Сторчейн Хорошо Глассез Сторчейн Для обеспечения прорывной Слово прорывное Какое-то Типа Странное Диджитал Маркетинг Глассез Сторчейн 444 Growth Strategy Давай скажем Rapid Growth Strategy Отлично У нас есть название Диплома Это уже неплохо Так Соответственно Вот это вот название Я отсюда забираю Да, я использую Короче в Overleaf Разные Пакеты Вот Зачем каждый Я объяснять не буду В принципе Если ты техать не умеешь То не парься Просто шаблончик И там вставляй В разные места Словечки Вот Overleaf Зарегистрируешься Используешь Online Tech Editor Очень удобно Дает вот Красивую PDF Со всякими Разными Автоматическими Приколюхами Поехали Paper Metadata Название Значит у нас есть Полное название Давайте какое-нибудь Короткое название Из этого придумаем Короткое название У нас будет На каждой странице Digital Marketing Glasses Store Chain For Rapid Growth Strategy Осознали вообще Тему диплома Нет? Мы типа там Мы будем говорить Про цифровой маркетинг Мы будем Мы будем Исследовать Как работает Цифровой маркетинг Для очков Или для всего остального Вообще Рынок очков Исследовать Да? Для сети магазинов Ну видимо для какой-то Конкретной сети магазинов Миша будет делать Миша будет делать потом Исследования Да? И больше копаться В конкретно данных Вот Но мы сделаем Всю остальную теорию Кроме непосредственно Решения Самой главной Основной Задачи Так Тут вот типа Со ссылочкой На университет Вот По поводу ссылочки На университет Ее надо Вот сюда Будет вставить Вместо вот этой Вот ссылки По самой ссылке Обязательно Перейди Это очень важный Обучающий видос Соответственно Двину Поехали Что у нас тут есть Тут куча всего Короче для того Чтобы красивые картинки Генерить Давай рекомпайл Посмотрим Да Оно у меня немножко Все медленно работает И я не стал делать это Стримом Потому что для чат GPT мне нужно VPN И с этим у меня все Немножко будет тормозить А вот для записи ролика Самое оно Так Это логотип Твоего универа Надо вставить Соответственно Лого Вот Я вставил копибару Почему бы и нет Вот У меня тут тоже Копибара Например Составляет мне компания Вот Оно здесь находится Это title page Вот Begin document Начался документ Это титульная страница Как выглядит титульник Соответственно Begin center Да Мы центрируем Вертикальное пространство Там можно добавить Не добавить Не важно Да У тебя есть какие-нибудь Требования к оформлению диплома Там Сколько отступ От top Bottom Left Right Дальше Include graphics Ширина 0,6 Вот соответственно Она там Тут можно варьировать Параметры Да Там типа Размеры Копибары Это типа Лого универа Просто Чтобы красивый титульник Выглядел Далее Это у нас наверху В метадате Определено Что такое Paper title Это у нас Вот такое вот название Везде где я вставлю Команду Paper title Будет название Нашего диплома Идем дальше Name of the author Вася Пупкин Соответственно Дальше Что там A college name Это вот этот вот Generic university For mediocre students Ну и год 2023 Вот WR date Которая тоже у нас Наверху вставлена Все Конец title page Команда new page Которая создает Новую страницу Table of contents Следующая команда New page Table of contents Создает соответственно Ну понятно По моим Секшенам Мою соответственно Таблицу контента Вот Я немножко постарался И уже заполнил Чем-то этот шаблончик Поэтому давайте Мы его исследуем По приколу Why do we have to write This diploma Because it's required By the university Бла-бла-бла Вот Дальше Секшен Сабсекшен 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 Создает Внутри секции Сабсекции Вот Цитата Красивая Типа кликом Отсюда попадаем В референсы Вот Читаем цитаты Да там смотрим Цитаты делаются Командой Сайт Вот Соответственно Но Секшен Аппендикс Как вставлять Какие-то картинки Их надо вставлять В окружении Figure С какими-то параметрами Куда вы там Align делаете Какая там Ширина текста Include Graphics Сама команда Просто по сути Можно скопировать Конкретно вставить Картинку Которую вы в Overleaf Загружаете слева Я немножко Спрятал Кусок Хрома Потому что В чат GPT Не хочу Чтобы вы видели Список моих чатов Но вообще Вот сюда Короче Все грузится И там же Там File outline Короче Я оставлю Все это За кадром Чтобы не смотреть Туда Далее Ну Graph какой-то Короче Вот Normal Distribusaurus Вот Короче У нас сейчас Уже есть Какая-то Версия Диплома С мемами Вот код Какой-то Питонский Код Короче Что мы делаем Библиография Это отдельный Секшен Внизу Begin the Bibliography And the Bibliography Bibitem Это отдельный Айтем Библиографии Библиографии Мы вставляем Лейбл Чтобы потом Ссылаться По этому Лейблу А здесь Соответственно Название И автор Ну и внизу Notes And to do Обратите внимание На команду To do Она кастомная Я ее где-то Наверху определил Сейчас я найду ее Так Давайте без этого Без фигурной скобочки Вот я ее определил New command to do Заключается в том Что она делает Просто цвет красным И все Ничего интересного Соответственно Все что я написал В to do Становится красным Это можно Внутри Диплома писать Чтобы потом В pdf Видеть красненьким Что вы еще Хотите сделать Вот Это всякая Подготовительная Дичь Просто мы Типа Ну чтобы Разбираться Немножко в структуре Того что мы написали Вот эта куча кода Не пугайся ее Она там Просто определяет Верстку твоего диплома Вертикальное пространство Горизонтальное Смотри какая красота Получилось Всякие там Линии Название универа Везде одно и то же Нумерация сквозная Да там по страничкам идет Всякие симпатяшки В общем Это все сильно приятнее Чем в варде делать Потому что ну и выглядит Сразу приятнее Шрифт такой серьезный Кодик вон Видишь там Подсветка синтаксиса Потому что я Внутри кода Сказал что я хочу Что язык должен быть питон И вот он такой Типа на питоне С подсветкой синтаксиса Делает там Def return print Клево же Прикольно Пробелы он Отчертил вот так вот Чтобы они не были Просто чистыми пробелами Кайфово Соответственно Поехали теперь Собственно поймем Что вообще у нас По диплому Для начала стоит Наверное определиться Да я буду пробовать На серьезке это писать Ну типа конечно Диплом который я напишу Из-за того что я не учился На маркетинге Или вот что-то такое не делал Будет какой-то ватной штукой Полной воды Вот Но я хотя бы напишу Как эту вот ватную штуку Полной воды Сделать удобоваримо Примерно похожий На правду И так далее То есть можно использовать Методы которые я сегодня Использую Но наверное не надо Полностью идеально Повторять за мной Да там Думай своей головой И все такое Итак Что я вообще хочу Я хочу видимо Рассказать немножко Про Почему Digital marketing Это Типа Новое Что Новое Золотое Вот Типа Типа-типа-типа-типа Новая Золотая шахта Где можно Там кучу всего Добывать Кучу всего Делать Вот Почему это вообще важно Типа digital marketing Это клево Как конкретно Там работает Digital marketing В Glasses Как работает Короче я ничего не знаю На самом деле про это Поэтому кажется Пришло время уже Использовать Чат GPT Вот Вопрос В 25 сообщениях Я конечно хочу GPT 4 И так-то мне бы хватило Это если бы я свой диплом Какой-нибудь писал По теме Которую я немножко Хотя бы знаю Но из-за того Что Тема у меня совершенно Незнакомая Мне придется Наверное Очень много сообщений Писать И вряд ли я здесь Ограничить тремя часами Учитывая процесс Записи ролика Видимо придется нам Более плохой версии GPT 3.5 Использоваться Для того Чтобы Просто больше сообщений Было У нас не было там Ничего Ограничений Никаких не было Да Платная версия В смысле У меня Оплачена подписка Поэтому Я там типа Имею всякие там Доступы к 4 И без лимита Там в 3.5 И так далее Поехали Давайте Что-то Типа Tell me about Digital marketing Начинаем Наше погружение В Среду Digital marketing Что же это вообще такое Progress of promoting Products or services Using digital channels Интернет Mobile device Social media Search engines И так далее Чего-то Короче Много Текста Ладно В общем Куча всего You заед Слушайте Ну уже почти Готовый текст Для нашего Введения Да Encompasses A wide range Of strategies And tactics Ну давайте Собственно Бахнем Первый Секшен Тогда Если мы Такие умные Первый Секшен Будет Называться What is Digital marketing Для совсем Вот тех Кто вообще Не шарит Что такое Digital marketing Так То можно Можно вообще В целом Забить Вот Если ты Собираешься писать На русском Да А там С GPT И так далее Общаться На английском То тебе Достаточно Будет То что Просто переведешь Это там Своими словами Как-то С английского И у тебя уже будет Клевый результат Вот Вот Что я Соответственно Здесь Хотел бы Сделать Это Написать Эту штуку Другими словами Потому что Текст Который Мне выдает Chat GPT Он узнаваемый В плане Того Что есть Сервисы Которые Умеют Посмотрев На текст Догадаться Что я Выписал AI Если Ваш Диплом Будет Прогоняться Через Такой Антиплагиат То кажется Так делать Не стоит Давайте Перефразируем Парапhrasing Тул Я использую QuillBot Вставляем Текст Нажимаем На кнопку Парапhrase Он такой Бам-бам Заменяет Короче На синонимы Там Где Это Нормально Текст Надо Вычитать Потому что Там Может Получиться Немножко Фуфло Вот Мне не нравится Я хотел бы Чтобы Ну ладно Нет Нормально Inclusive Variety Of Techniques And Tactics That Are Meant To Connect With And Engage Target Audience Increase Brand recognition Produce Leads And Eventually Accomplish Окей Отлично Пойдет Готовый текст Тогда не будем себе Тудушку добавлять Просто бахнем Весь текст Recompile Оно у нас находится Не на той странице На которой мы находимся Это в Overleaf Очень удобно Решается тем Что ты делаешь Дабл клик На каком-то слове Или вот там Типа вот По этой стрелочке Go to location PDF Вот у нас текст Появился What is digital marketing Тут есть еще Какое-то расписание Расписывание Этого дела По пунктам Типа SEO Search engine marketing Social media marketing Content marketing Email marketing Influencer marketing Это все, конечно, прикольно И в целом Можно добавить Вопрос Является ли это Ключевым В нашем дипломе Вообще такие вещи Дима, мы пока Только один запрос Вкинули, да И уже что-то хотим Отсюда доставать Может не хотим Давайте подумаем Digital marketing Offers several advantages Over traditional marketing Так, давайте Знаете что? Давайте-ка мы на мета-уровне Попросим эту штуку Нам помочь Возьмем тему Нашего диплома Прям тему диплома И попросим Чат GPT Outline The Structure Of Paper On Digital marketing Glasses Store chain For rapid growth Strategy Вот так вот И он такой Хоба Дал нам Примерно Outline Диплома Че, неплохо Ничего себе Че-то еще А в Markdown Еще он мне то же самое Решил написать, да? А зачем в Markdown? Зачем он это сделал Ладно Whatever А это то же самое? BCD А, че-то он зачем-то просто это решил дальше в Markdown писать Ну ладно Короче, странный чел Так, че такое? Background information Звучит хорошо Слушай, ну нормальная структура вообще Мне нравится Мне нравится, честно говоря Давайте действительно Introduction Назовем первый section Че-то я почему-то Сам дурачок не догадался Вообще, в принципе Кажется, что мы будем говорить Очень часто Что-то типа Сам дурачок не догадался Потому что GPT умнее Introduction Первый subsection Это что такое было там? Background information На наш чейн Это, Миша, я, наверное, оставлю тебе Потому что Типа Туду дописать Самостоятельно Ладно Ну, собственно Add some background information On this Particular chain На твой конкретный вкус What is digital marketing? Ну, нормально Subsection Для introduction Давайте добавим Еще Subsection Digital marketing Relevance In today's Marketing Strategies Strategy Пойдет Вот так Ну, нам, в принципе Нужен просто Тупо Текст Небольшой По поводу Digital marketing Strategy Поэтому мы попросим Его у GPT Give me Three paragraph Text About Digital marketing Relevance In today's Marketing Strategy Пока мы с ним общаемся Он обучается И понимает Что мы разговариваем Примерно про Вообще Digital marketing Про Какую-то там Научную работу Че-то он не понял Про Three paragraphs Говорят, что если написать что-то капсом, то он воспринимает это как особо важное Старается Или что-то думает Окей Так, ну можно пока почитать Звучит хорошо Первый абзац Пойдет Че ты Не дописал до сих пор Ладно Это из-за VPN Интересный Или это из-за Тоша Три-пять Прям вообще Как боженько писал Click through rates В общем, мы пока можем Знаете, что сделать Взять первый абзац И перефразировать его Потом не забудь Весь диплом вычитать Потому что я его вычитываю так По кусочку Так Первый абзац Дальше Перенос строки Второй абзац Measureability And real-time insights Ну в целом у меня уже даже какие-то слова появились ключевые Для того, чтобы гуглить This data-driven approach Empowers businesses to optimize the strategies on the fly Туда-сюда Короче Неплохо звучит Мы пока просто накидываем Просто outline структуры сами делаем Для того, чтобы у нас там где-то какие-то Offers unmatched Че ты успокойся Да, можно синонимы там подбирать Типа offers Он такой provides Или что-то такое Так, так, так Closely monitored Unlike traditional marketing channels Which enables marketers to precisely track important performance indicators Including website traffic Та-та-та-та-та Return on investment With the help of the data-driven methodology Businesses can quickly and effectively Optimize their plans By basing decisions on actual performance Rather Неплохо звучит Allocate resources Все, нормально План Капкан Так, хорошо Давайте сами разделим еще для себя абзацы Чтобы выглядело симпатично Тогда, кстати, перенос строки не нужен Здесь он автоматически проставится Ну, не забываем компилировать время от времени Чтобы просто видеть, как оно выглядит Introduction Background information Вот у нас to do выглядит красненьким, да? What is digital marketing? Туда-сюда Выглядит неплохо Понятно Хорошо Relevance in today's marketing strategy has become crucial for successful marketing tactics Да, вычитывать надо еще обязательно Вдруг там где-нибудь какая-нибудь тупость от chat GPT Уровня там типа As an AI Ай, я не могу там что-нибудь написать Вот такое надо в дипломе изо всех сил избегать Потому что мы, по сути, копипастим, да? Like search engine optimization Paper click marketing Бла-бла-бла Все, новый абзац Хорошо И третий абзац Digital marketing fosters enhanced brand and day engagement And customer interaction Social media platforms Что-то он все равно А, еще и саморизовал Кроме трех абзацев Хорошо Business Building meaningful relationships Counter marketing allows business To provide valuable and relevant information Короче, вообще прям Очень много дефинитивных утверждений он выдал Уже прям в introduction Это, в принципе, мы хотим что? Мы хотим relevance таким образом доказывать, да? В дипломе, чтобы relevance утверждать Мы не можем же просто этими словами типа говорить Нам надо в дипломе всегда Какие-то вещи Ну, все подтверждать, короче Подтверждать какими-нибудь готовыми статьями Показать, что мы типа огромную работу проделали Огромное количество статей Перелопатили Собственно, что мы сейчас и будем делать Но не сразу Сначала я хочу все-таки структуру до конца закончить Какую-нибудь Примерно какой-то текст Там что-то, короче Так, дальше Что он там нам предлагал в структуре? Так, по поводу relevance Это я согласен Дальше Market analysis I wear industry and market trends Пойдет Давайте прям market analysis будем отдельным сэкшеном Так Сэкшен Market analysis Ну и дальше три сабсек Скопируем И буду юзать Перед каждой секцией Не забывайте New page Чтобы каждая секция начиналась с новой страницы Это и по правилам И симпатично Дальше Пам-пам-пам Пам-пам Пам-пам Что мы тут делаем? Overview of the eyewear industry and market trends Ну, нам надо, короче, понять, как устроена eyewear industry Ну, типа, кажется, неплохо было бы действительно это знать по факту Так Ну, типа, просто попросить его overview market Там, eyewear industry, он нам какой-нибудь фиг не удаст, правильно? Ну, что мы хотим вообще? Что такое industry? Industry – это там самая топовая компания И как вообще рынок устроен там, где какие продажи Допустим, мы это все там в России хотим делать, да? Топ 10 eyewear brands in Russia Real-time data отсутствует Так, хорошо Significant presence in the Russian market Слушай, ну это даже выглядит, как настоящие какие-то штуки Я их знаю Некоторые из них Ладно, нет, все Фенди не знает, что такое This brand are well known globally Have established a stronger generation in the eyewear industry Пам-пам-пам-пам Окей Real-time data у него отсутствует, потому что он до 2021 Поэтому любую штуку, которую он будет говорить, не очень уверенно Если вы в ней, ее надо гуглить и допроверять Ну, давай, погнали, что ли Погнали, погнали, погнали Give me this list with approximate Approximate share of An eyewear market The same list Brand list With approximate share of the eyewear market Occupied By this brand Может он это сделать интересно или нет? Фигульки, не может Хорошо Хорошо, хорошо Давай попробуем его более точно спрашивать What is the approximate market share of Ray-Ban? Как пишется Вот так Eyeglasses Папапам Globally recognized and popular Туда-сюда Короче, хорошо В общем, фигульки Он не даст нам ничего Сам напрямую То есть это не какая-то дата, которая доступна легко Ну, тогда давай просить ресерч Что? On eyewear market sizing Так Ты почему ты Что за проблема у тебя? Что ты? Не можешь мне ресерч дать? А если у GPT-4 попросить? Реально проблема может у 3.5? Давай попробуем новый чатик создать с GPT-4 и то же самое спросить Слушай, GPT-4 у меня проблем подобных не возникало Это очень интересно Че это у меня так Давай Поехали Хорошо Some general information guidelines about how you can conduct your research Ладно, я тебя понял Давай не ресерч просить Давай артикл спросить А, так 3.5 мне то же самое предложил А нет, не предложил Прикиньте, да, 4.5 мне там показала Где там что посмотреть Короче, 3.5 ничего не показала Ладно Хорошо Give me articles Researching Aware Market Да что с тобой не так Ладно, все-все, остановись Заблуждение Так, хорошо Give me articles On iWear Marketing Marketing Ладно, все Остановись Давай четвертую спрашивать Все Третья приехала Давай, погнали А что с тобой не так Почему ты мне текст просто выдаешь Мы же с тобой вчера отлично разговаривали And now Or Articles About Market Sizing In Eyewear About Просто Eyewear Industry не 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 надо мне подсказывать как гуглить about eyewear industry before 221 давайте попросим так да что ты что-то либо обновка какая-то накатилась что-то я не пойму а все мой ролик бесполезный теперь ладно хорошо давай пробовать обходить тебя can you find research mentioning eyewear industry не могу real-time туда-сюда research topics не интересно неинтересно неинтересно reports вот это странная штука сша объективно это происходило это кто повышает репорты до ладно давай попробуем погугли 4 market size sharon segmentation report 2030 чё я точно в нужном времени это все пишу так давайте мы отрубим випенку а все я понял без випенки мы сюда не попадаем жалко так хорошо 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 trends global report что-то есть full cost period demand is expected increase так annual growth 6 процентов от такого до такого хорошо estimated base value base year expected market value the younger generation is growing digital services and gadgets кстати неплохо выглядит хорошо выглядит прям вообще прям сразу можно диплом копипастить практически key players вот это интересно ну все замечательно нафиг мы бренды вообще собственно посмотрели да нам нужны компании что-то я опять тупанул поехали-ка мы посмотрим а gave me давай обратно в 3.5 чтобы не упереться в лимит top 10 eyeglasses producers в россии мы ограничены все-таки или или чё рынок у нас в россии на все продукт Я не знаю, короче. Давайте на весь мир будем говорить. Ну, собственно, это те же самые, да? С кайфом. Luxottica, Sofilo, Johnson & Johnson, Vision Care, Charmant Group, Marklin и так далее. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай найдем какой-нибудь репорт, что ли, нормальный. Так, это просто статейка такая, типа, на сайте. Опа. Ну, ладно. Неполезная. Так, market share, туда-сюда. Листы вот такие, companies profiled, то же самое. Мы знаем такие компании там. Вот, короче, study period, base year, estimated year, forecast period, unit. Так, хорошо. By product type, by region. Frequently asked. Так, sample PDF, это summary, да? А sample PDF я не смогу скачать, потому что это платная уже штука. Так, окей. Report coverage. А можно этот репорт как-нибудь, это самое? Ну, нет, тоже sample можно себе забрать. Тут, 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 тут. Хорошо. То же самое. А что везде? Сэмпл бесплатный, а репорт не дают. Ладно. Чё, чё, чё? Key companies, market share insights. Вот куча компаний. Market report scope вот такой. Segments covered in the report. Не, ну да, классный репорт, спасибо. Давай PDF сразу бахнем в гуглинг и найдём PDF-ку. Найдём? Не нашли. Жалко. Хорошо. Давайте не market sizing. Актуальный. 2022 давайте. PDF. Так, так, так. Expert market research. Всё какие-то непонятные мне. Сайтики. Реклама. Давайте на вторую страницу гугла заглянем. Мне бесполезно. Опа. PDF-ка. I wear market size PDF. То, что нам надо. Качаем это дело. Projected reach, бла-бла. As per new research report by global marketing sites. А чё, тут три страницы, да? А почему тут три страницы? Это что, это опять реклама репорта, да? Да, вот, репорт можете вот тут скачать. Ну, круто, конечно, спасибо. Но в целом это нам не важно. Нам сослаться на репорт надо, да? И сказать что-нибудь про, собственно, market size. Ну, всё. Мы в целом уже знаем какие-то цифры. Browse this report titled. Вот, тайтл репортом. Мы его вот так вот копируем. И к себе в библиографию вставляем. Название какое-нибудь там I wear market size. Нет ли тут случайно символов каких-нибудь, которые мы стырили? И они плохо скомпилятся сейчас. Так, ну и где-нибудь мы тут в-в-в-в-в-в, в market analysis. Вставляем, что according to... Вот так вот. Дальше. Команда site, цитирующая. I wear market size. Мы говорим, что global I wear market was 2014 expected... Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Вот так вот неплохо. Давайте вот это меня устраивает. Цитатка. Ну и дальше мы хотим что-нибудь дописать о том, что это, типа, ну, много. With our company, которую мы исследуем, да, with our, with, ну, короче, название компании. Occupying only water of the market. Проценты экранирую, потому что тех процент воспринимает как комментарий. Of this industry. This provides It with Несравнимыми. В общем, немножко словами, если ты руками сам напишешь, то вообще понятно, будет у тебя супер антиплагиат потом, да? Неоспоримыми. Unquestionable, скажем. Несравнимыми. Opportunities. For rapid growth. In particular. Using digital marketing in. Using digital marketing. Strategy. Вот так. Пойдет. Ну, что-то мы про market sizing сказали. Можно тут пару абзацев накинуть. По поводу цитаток. Давай я тебе поясню. Ну, что-то у меня GPT-шка теперь хуже ищет ресерч, чем буквально вчера. Давай попробуем поискать ресерчи по более конкретным темам из нашего введения. Ну, вот. Through digital channels, such the internet, mobile device, social media, search engines, email and several other platforms. Is known as digital marketing. It includes a variety of techniques and tactics that are meant to connect with engaged target audiences, increase brand recognition, produce leads. Ну, давай вот про это попросим какой-нибудь overview. У четверки опять прошу, потому что что-то мне не понравилось, как тройка меня от себя повела. Give me articles on digital marketing просто. Я не понял, почему-то он себя так ведет. Надо тебя попросить как-нибудь себя вести по-другому. Я, пожалуй, сейчас немножко покопаюсь в разных способах обхода, а ролик пока приторможу. Отлично. Кажется, я немножко поговорялся и дообучил его. Я не знаю, какой промпт оптимально, но вот смотри. Короче, я сначала добавил ему вот такую строчку в самом начале. Так. Ее плохо видно из-за того, что моя камера тут, да? В общем, we are writing a term paper together, and you will help me by providing real research on various topics in my paper, окей? Он такой, окей, давай, погнали. Какие топики тебе нужны? Real research on various topics, короче. Я дальше говорю, какой, не знаю, там, biggest research on computing power. Он такой, самый лучший effort. Это developing advanced quantum computing, rapidly evolving field, туда-сюда, короче, quantum supremacy. В 2019-м Google Research Team published a groundbreaking paper. Вот такое-то название пейпера, короче, где они что-то сделали. Неважно, он настоящий это research или нет. Он в целом согласился с нами что-то делать. Ну вот. А там что-то еще там. В общем, куча-куча всего. Там куча информации из research. Я говорю, давай наиболее цитируемый research в дифференциальной геометрии. Он такой наиболее цитируемый, немножко стрёмно, потому что огромное количество publications, там, и citation counts, и так далее. Ну вот, давай скажем, что вот классная вот Morse Theory paper, которая была вот таким-то чуваком в 1934-м опубликована. Вот такая вот история. Provides a powerful tool. Вот тебе история, короче. И я дальше спрашиваю, какой самый лучший research на наш вот этот Eyewear Market Industry. Проблема, видимо, в том, что я именно просил что-то про Market Industry, короче, про какой-то, про какой-то, про какой-то рынок. А он такой, ууу, все ресерчи про рынки. Наверное, он хочет что-то сильно актуальное, а ничего актуального не будет. Насчет неактуальности. Не парьтесь вообще. Мы найдем что-то за 2021, потом аналогичное найдем за, там, 22-23. Так что это нормально работает. Так, короче, меня обрезали, говорит, в 2021, так что information on significant research and trends until that time. Ну, у меня нет real-time data. Короче, все то же самое ругается. Nonetheless, дальше, говорит. I can provide with some key insights from research conducted prior to 2021 that might still be relevant for understanding the Eyewear Market Industry. Вот репорт таким-то research-то, там, типа, titled вот так вот. 2020-2027, на Global Eyewear Market должен был substantial growth в этом периоде. В репорте были вот такие вот интересные штуки, короче. То есть у нас есть прям конкретное название репорта. Окей. Give me more reports, even if outdated, on Eyewear Market Industry. Видимо, ему надо, это, поправочки, что... Certainly. Оп, погнали. До 2021. Так, у нас есть куча репортов. Огонь. Их все надо гуглить и проверять, потому что он умеет их выдумывать в целом. Но, судя по тому, как он их быстро нагенерил, это не придумано. Давай посмотрим. Global Eyewear Market Analysis and Trends Industry Forecasts to 2020. Persistent Market Research. Гуглим. Так, так. Реклама, реклама, реклама. Fortune Business. Кажется, нам надо гуглить Persistent Market Research. Persistence Market Research. Он прям реально мог полностью все придумать. Такое вообще бывает, да? PMR. Хорошо. Я не знаю, что это такое, но, наверное, вы знаете, раз вы диплом на эту тему пишете. Persistence Market Research. Comprehensive Repository. Бла-бла-бла. Так, мы тут что? Мы тут хотим найти конкретный ресерч? Давай Eyewear. Eyewear Market. Market Sari on Eyewear. Sunglasses to complement World Tech. Ну, давай открываем. Global Market Sari on Eyewear Packaging. Паккажинг нас не волнует. Поехали. Eyewear Market Outlook. Projected to expand в такой-то скоростью. Ну, все. Топ контент. У нас есть что-то. А мы уже здесь были, наверное, в сайте, да? Вот. Короче, Eyewear Market Outlook. Вот в таком формате. Get Free Report Sample. Давай, погнали. Что, зарегаться надо, да? Не, не хочу регаться. До свидания. В целом, можно, если бы я понял, что это прям тот самый ресерч, который мне капец какой нужен, там, бла-бла-бла. Ну, эту ссылку прям можно вставить в наши, ну, то, куда мы ссылаемся и говорить, что вот это, короче, какие-то серьезные ребята, PMR, Persistent Market Research, которые постоянно делают какие-то исследования. Вот. Ну, и что-то находить на эту тему. Ну, мы можем, наверное, что-то тут вставить отсюда. 22, тут 23. Хорошо. Key Factor. Ну, давай вот это вот вставим в наш диплом. Где мы говорим про Market Analysis? Вот тут вот. According to site вставим потом. Где-то было. Терялся. Вот тут. Что такое? Копировать не умеем, что ли? А, не копирует. Вот какая чертяка. Представляете? Руками, что ли, переписывать? Ой, я не хочу руками, я хочу скопировать. Ну, что это не дает мне? Типа, это из репорта. Ну, давай. Мы можем, конечно, попробовать открыть HTML-код там, туда-сюда. Но давайте перепишем просто. Demand for iWeb products. Increase between 2017. и так далее. Between 2017 and 2021. Buy. Это Steady, C-A-G-R. 4,5% потеклили. Ты чего не копипастишься? Конечно, неприятно. Ладно. In Asia Pacific. Но в целом у нас это все оправдано по времени. Emerging markets such as India and China. Давай посмотрим что-нибудь. Цифру какую-нибудь. Цифру какую-нибудь. А там выше, может, где-нибудь было? А отсюда тоже не копируется, да? Но ты, дядя, вообще. Та-та-та-та-та. Так, 115.2 billions. And comprises. 115.2 billion. Доллары – это знак формулы, поэтому их тоже надо экранировать. Вот таким слэшем. Биллион. Так, кого мы цитируем? Мы цитируем вот этот Persistence Market Research. PMR. Мы его добавим в нашу библиографию. Вот такая ссылочка, да? Ну, потом, типа, допишем название, там, бла-бла-бла. Библиографию потом всю подкорректировать – это не проблема. Так, ну вот мы, короче, в market analysis можем накидывать какие-то хорошие цифры, которые мы где-то нашли. Причем не просто рандомные, а с цитированием, с каких-то конкретных ресерчей. Давай посмотрим, что он там еще нам накидал. Он нам еще накидал вот там такой анализ. Вот можно отсюда это сделать, отсюда, отсюда. Ну, то есть из всех, там, из четырех разных источников накидать плюс-минус близкие цифры к 2022-му там. Вот, это в юнитах, это в деньгах, там, да, annual growth какой-то 3,5-4,5. Ну, цифры расходятся, мы можем сказать, в разных ресерчах. Но это в целом все равно там нашу индустрию описывает как нечто капец огромное там, да, где там у нас всего какой-то маленький кусок там, бла-бла-бла. Вот. Дальше. Competitive landscape and key players. Это уже зависит от конкретной компании, про которую вы пишете, но можно попробовать по чат GPT-шить конкурентов этой компании или погуглить, посмотреть, кто занимается примерно тем же, да, ну, типа поискать, и потом попробовать поискать какие-то описания этих компаний, попросить GPT выдать описание компании, если она достаточно крупная. Ну, а вы исследуете что-то, видимо, достаточно крупное. Вы же не крыты, не про какую-то там просто рандомную маленькую компанию пишете. Вот. Дальше. Target audience analysis and segmentation. Здесь давайте туда допишем. Find competitors. Competitors. Describe them. In-depth. Target audience analysis and segmentation. Хорошо. О чем мы тут хотим? Мы тут хотим, типа, аж сегментацию целевой аудитории, eyeglasses. Это точно можно у GPT попросить. Так. Хорошо. Divide eyeglasses. I wear target audience by segments. Can be divided into several segments, based on various factors, such as age, gender, lifestyle, and specific vision correction needs. Поехали. По эйджу. Children and teens, adults, fashion and style enthusiasts, athletes and sports enthusiasts, professionals in specific fields. Чего? А, safety eyewear. Ну да. Логично. Computer uses. Так. Хорошо. Хорошо. Давай. Так. Так. Buy. Чего мы хотим? Specific vision correction needs. Давай посмотрим, какие бывают разные варианты. Так. Миопия, хайперопия, пресбиопия, что-то, астигматизм, multifocal. Ну, это типа все разные виды очков. Хорошо. Давай попробуем. Now by professional needs. Он у нас уже, да, обычно понимает, что там office professionals, healthcare professionals, often have specific eyewear needs, safety glasses и так далее. Industrial workers, атлеты, creative professionals, иногда нужны им какие-то тоже особые очки, drivers and transportation professionals. Ну, короче, вот у нас есть какая-то сегментация, все из этого можно спокойно включать в диплом, не забываем перефразировать. И типа можно под это, под все искать какие-нибудь ресерчи. Давайте для примера я найду какой-нибудь ресерч, на который мы будем ссылаться, или может быть артикл из медиа про атлетов. Ну, понятная какая-то штука для меня. В целом про все, наверное, можно искать прям. Ну, это методичная работа на там сколько-то часов сидеть и там ресерчи искать. Но тебе надо много цитат, обычно в дипломах там, ну, требуют там от 15-20 цитат, там до сотни, короче. Чтобы у тебя список литературы, да, библиография была там на 100 цитат. Но нам не нужно, короче, весь ресерч читать, нам надо на него сослаться где-то цитаткой какой-нибудь, чем-нибудь. Хорошо. Ну, давай прям более конкретный запрос. Что? Тоже артиклс? Давай ресерч артиклс или масс-мири артиклс? Он Along the lines of Хорошая фраза, потому что он тогда не требует, ну, не конкретная тема, а что-то около этой темы. Ай ты жук! Остановись! А, нет, вот, источники, 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 источники. Protection from impact and injuries. Так, что ты, почему-то еще раз не хочу, но вот я general information. Source American Academy of Ophthalmology. Ну, давай попробуем погуглить вот прям эту фразу. SportsAware, designed specifically for athletes, can provide protection. Медленно гуглим. Ну, да, понятно, спасибо за рекламу. Sports Vision Pro. Та-та-та-та. Короче, эта штука не находит нужные нам вещи. Нет, в целом это очень логично, да, но давайте вот прям из этой академии погуглим. А, ну вот, и SPN Sports Illustrated. Давайте, давайте из Sports Illustrated protective eyeglasses. Логично в целом прям вот в каких-то штуках таких гуглить, да? Protective eyeglasses. Не-не-не, реклама, спасибо. Это все хорошо, конечно. SI. А что, почему на Sports Illustrated не находим? А, так это Sports Illustrated. Что, я дурачок, что ли, SI? The best fishing sunglasses. Для фишерменов нашли. Very well fit. Это неинтересно. SI shop. Safety gear pro. Короче, что-то немножко странно. Мы товары какие-то находим, да? Давай articles. Будем искать. Вот. Опа. The best ski goggles. Короче. Ну вот мы такие прекрасную какую-то статью нашли. Про то, как там, бла-бла-бла. И вот прям в этой статье есть наверняка какая-нибудь цитатка. О том, вот, not only for comfort, but also for safety. Давай safety искать на странице. Safety. А не maximizer safety. Ну, короче, где-нибудь вводных данных. Можно сказать, что, короче, вот Sports Illustrated, очень известное какое-то местечко, да, там, в плане в мире спорта, говорит, что это важно для safety. Ну, наверное, это фиговая статья, но можно чуть-чуть постаравшись найти чуть получше, чуть-чуть дальше погуглив. Но в целом нормально. Нормально. Что-то показали там про спортсменов. Ну, мы не можем, да, какой к черту, research, может быть, про... Хорошо, давайте попробуем. Что, protective eyeglasses. Sport research. Что-нибудь есть вообще, нет? National Eye Institute. Вая. Systematic review on the effectiveness of eyewear. То, что нам надо. In reducing the incidence and severity of eye injuries in racket sport. Ну, все, ну, мы нашли с ракеткой eyewear. Почему надо носить вот эти штуки? Purpose. To assess what eyewear, if any reduces eye injury. Есть ли такая штука? Systematic review, короче, вот там методы, вот такие, 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 такие. Было все заресерчено, короче. Результаты 364... Короче, это мета-ресерч, который исследовал другие ресерчи. 364 papers были retrieved and screening process 29 remained. Туда-сюда. Conclusions. Summarize evidence on injuries regarding hospital treatment. It is recommended national governing bodies and key decision makers within squash, racquetball, tennis and badminton. Examine the evidence. Ну, и мы такие для примера в своей работе, когда мы говорим про сегментацию, мы говорим атлетам, это капец важно, потому что, вот, смотрите, типа, не ресерч, про то, как это в спорте, типа, играет, короче, какую-то роль там, да, им надо. Вот. Что мы там, где мы, где мы еще, где мы еще хотим? Какие у нас еще там были какие-то разделы? Industrial workers. Ну, прям то же самое находится. Healthcare professionals. Ну, это надо погуглить, почему им надо. Specific eyewear needs, safety glasses, potential hazards и так далее. Для medical procedures. Ну, погуглим, какие, и дальше можно посмотреть что-нибудь, ссылочки тоже на какие-то статьи или ресерч. Вот creative professionals. Зачем? Accurate color perception. О, прикольно, прикольно. Не очевидно мне было. Вот. Ну, короче, когда мы делим по, там, допустим, по сегментации целевой аудитории, мы вот можем сказать, что вот такие-такие-такие-такие разные, короче, есть аудитории, разные очки нужны. Что-то я когда садился этот диплом писать, у меня было в голове только то, что вот эти вот, ну, очки люди плохо видят, очки надел, там, кино смотреть, еще что-то. Но ведь в реальности огромное количество есть разных категорий пользователей для очков. Вот. Дальше какие-нибудь разделения по, вот, коррекциям конкретных видов зрения, там, ну, это вид линзы, видимо, да, там, что-то такое. Короче, мы примерно сами составили у себя уже в голове впечатление, это, на самом деле, главное. Вот. Соответственно, это все можно потихоньку сюда вмещать примерно в том же стиле, в котором мы там вот сейчас тут market analysis примерно накидали. Это все, естественно, нам уже не надо. Графики, которые вы хотите вставить здесь с вашими исследованиями, или вам понравился график на каком-то сайте, где там вы смотрели, в каком-то репорте, вы что-то читали, вот, и вам что-то понравилось. Там есть, допустим, вот-вот-вот-вот-вот тут вот есть какие-нибудь вот такие диаграммки. Мы можем прямо эту диаграмму вставить, если нам важно разделение вот показать, да, там market analysis by region, вот market share, ну, вообще нормальный, хорошая-хорошая штука. Еще и мы только что процитировали как раз PMR, Persistence Market Research, и мы вставляем эту картинку прямо в свой диплом с источником, со всем. Говорим, вот такая штука. Вот. Ну, типа, картинки вставлять в диплом надо с какими-то графиками, диаграммами, бла-бла-бла. Это делает его там более удобоваримым, симпатичным и прочее-прочее. Где у нас было, где у нас было план, он нам накидывал. Так. Вот. Тут он нам накидывал план Капкан. Strategies. Мы дальше начинаем в digital marketing уходить, да. Маркет-анализ сделали, поизучали, посмотрели, как выглядит у нас, соответственно, вообще рынок очков для разных пользователей. Дальше смотрим digital marketing strategies for rapid growth. Там, типа, какие бывают вообще разные digital marketing стратегии. Ну, и дальше мы такие, типа, почему, как работает SEO немножко, что-то такое. Так, в одном абзаце буквально, это тоже учат GPT спрашивается, easy. Importance of optimizing the glasses store chains website. Не очень понимаешь, как здесь специфично такое писать. Keyword research. О, вот это прикольно. Составить, типа, какую-то первую версию семантического ядра для SEO. Типа, просто ключевых слов накидать. Где ключевые слова искать? Это Wordstat. Заходим в Wordstat. Открываем. Хотя, зачем Wordstat? Может, можно это прямо в GPT? Нет? Give me keywords for eyeglasses and eyewear. Сто процентов мне может дать гораздо больше ключевых, чем я сам там буду копаться и находить. Вот тебе, пожалуйста. Двадцать. Офигенски. Смотри, какие ключевики. Ну, вообще бум-бум. Это очень круто. Я что-то даже не думал, что так можно делать. Это же easy. Реально. Красота. Куча ключевиков разных для этой штуки. Vision correction. Короче, ключ. Куча-куча-куча слов, которые ассоциируются с eyeglasses или eyewear. Ну, и мы можем пробовать из каждого из этих ключевиков раскручивать их еще. То есть, типа, смотри. Give me a list of a hundred keywords most associated with eyeglasses, lenses, eyewear. Ну, и так далее. Вот тебе сто. Пожалуйста. Какая вообще беда. И мы из этой сотни дальше составляем еще. Ну, короче, он генерит, 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 генерит. Мы получаем огромное количество классных. Так, а ты, дядя, не повторяешься ли? Ну-ка, давай-ка еще раз, cat eye. Ах ты чертяка. Ты мне давал это в прошлом списке. И ты мне дал это двадцатым, сорок третьим, девяносто третий. Ах ты жук. Прикинь, что сделал, да? То есть, он одни тебя ждал. Короче, надо все еще в Excel-ку вставлять будет и убирать повторы. А там все повторяется, нет? Ну-ка, давай-ка, tframes. Нет, whiteframes, например, один раз использовать. Ладно. Хорошо, хорошо, хорошо. Give me twenty very specific five-word long keywords for SEO for eyeglasses. На тебе. Длинные. Понял? Короче, еще и длинные хвосты сможем поймать. Ну все, да, короче. Кажется, составление семантического ядра с помощью чата GPT это достойно отдельного видоса. Но поскольку я не являюсь ни SEO-экспертом, ни GPT-экспертом. Скажем, я являюсь SEO-энтузиастом и GPT-энтузиастом. В общем, прикольно, да? Можно вот такую штуку в диплом запихнуть. Там много-много-много-много слов на генерите разных. Там можно не сотню просить там. А 500 он мне даст, нет? Ладно, я его сейчас загружу лишний раз. Короче, он там... Давай попросим его 500. Don't repeat yourself. Реально. Да, спасибо, на тебе 500. Все, короче, stop generating. Он реально собирается 500 мне выписывать. Длинных штук. Туртуаз, shell frames, prescription, eyeglasses for astigmatism. Прикинь? Polarized, sunglasses for... Короче, он прям ключевики из гугла мне добыл. Красава. Круто. Все, у нас есть прям огромная секция. Очень полезная. Где мы можем привести... Можно, наверное, к каким-то прикрепленным файле. Каком-нибудь там собранное семантическое ядро. Ну, типа, нифига себе. Твою дипломную, короче, можно будет этому... Этой сети магазинов дать и сказать, смотри, вот просто по инструкции делать. Что-то мы тебе рассказали. Так, а насчет по инструкции делать. Что там у нас еще было? У нас там еще было то, что мы разговаривали с... Вот. Про SEO. Как это делать? Keyword research content optimization. On page and off page SEO techniques. Я вообще не понимаю, о чем речь. Ну, ладно, это, видимо, что там на странице делать и что... В общем, что про текст, а что еще? Ну, да, можно еще говорить про SEO, про там... Оптимизацию ссылок, бла-бла-бла. Ну, по-кручку, про SEO очень много, в принципе, чего можно сказать. Наверное, имеет смысл запросить у нашего другого GPT диалога, где мы его уже просили всякие ресерчи. Так. Explain SEO as if I'm a fifth grader. Давай, погнали. Это, короче, imagine the internet like a big library with lots of books. When you want to find information in the library, you ask the librarian. Right. Well, search engines like Google, Bing, or Yahoo, blah, blah, blah. Librarians of the internet. Here's how it works. Let's say funny cat videos. Короче. Engine friendly. Хорошо. How does one go about doing SEO optimization of his website? Ну, и он такой. Оптимизировать по SEO вот так вот. Не суперсложно, да? Вот. Researcher on keywords. Дальше. On page. Вот что такое on page optimization. В принципе, можно было просто спросить, что такое on page optimization. Мы уже знали даже это слово, да? Elements of your website. Короче. Keywords в titles, headings и так далее. Уникальный метод-теги. Engaging using descriptive URLs. Organizing your content with proper headings. Informating. Creating quality content. Вот так вот, короче. Дальше. Internal and external links. Вот так вот. Это все, короче, надо делать. Мы это все включаем прямо как конкретные советы в нашем дипломе к этому чуваку, который делает... Что? Я section должен написать. Давайте напишем. Structure. Вот. Да. Structure. Ну вот. Digital marketing strategies and rapid growth. Хорошая structure. Note. Вот так. Бах. Дальше. Что мы хотим тут? SEO. Ну, subsection SEO. Ну и начинаем тут, короче, накидывать ему в SEO все вот это вот. Что надо делать? Прям в sub-subsection'ах можно это делать. Куча конкретных советов, что поделать. Готовые, собранные, семантические ядра. Что надо на сайте соптимизировать. Как там все можно заработать. Прям непосредственно про Glass Store. Далее. Search engine marketing and pay-per-click advertising. Почему это классно и полезно? Хороший раздел. Очень понятно, как искать. Можно какие-нибудь найти ресерчи насчет PPC campaigns и почему они там, как они там работали. Ну, там, наверное, мы больше найдем что-то про объем рынка всего, да, там, этих PPC campaigns. Можно что-нибудь найти про стоимость одного лида в eyewear industry для покупки очков откуда-нибудь из какого-нибудь не очень большого исследования маркетингового. Вот. Дальше что? Effective PPC campaigns. Это можно просто рассказать. Опять накидать keywords снова. У нас есть готовый набор ключевиков. Показать, как настраивать рекламу на эти ключевики, да. Ну, как показать. Не то, что показать. Ну, типа там. Можно, в принципе, вот ядром диплома сделать конкретно проработку настройки рекламного кабинета для вот этой сети. Вот. Ну, и, типа, это, конечно, придется уже ручками сделать и нормально разобраться. Ну, что, слушай, ты в универе-то учился же, да? Add copy creation, landing page optimization. Вот про landing page optimization тоже каких-то слов просто накидать, как это примерно делать. Дальше. Social media marketing. Как работает social media marketing? Content strategy. Рассказать, как можно создать content strategy. Простыми словами, просто вот так-так-так. Да, слушай, неплохо. Будет выглядеть твой диплом как диплом-совет. Типа, сделай так, потому что это важно. Вначале в introduction, как это важно, потом какой-то market sizing, там, competitive landscape, кто там что делает. Дальше. Что конкретно сделать твоей сети и магазина, что у тебя еще не доделано, что еще следует доделать. Вот. Где, на каких платформах, там, какие-то конкретные рекламки можно делать и так далее. Что такое content marketing, да? Как это работает, где можно это делать. Тоже список, там, каких-нибудь всех возможных платформ, где content marketing обычно там вообще работает. Все запрашивается у GPT. Email marketing. Не знаю. Ну, вот, да. По каждому из этих пунктов ты говоришь, чат GPT, а как, собственно, build it email subscriber list and segmentation? Или там, типа, дай мне, ну, ссылочку на какую-нибудь клевую инструкцию на эту тему. Или, может, не инструкцию, а, может быть, какую-нибудь статейку про то, что это важно. Или, ну, то есть, ты в дипломе что пытаешься сделать-то на самом деле? Ты пытаешься доказать, что это важно, привести какую-то немножко матчасть, найти какие-нибудь книжки там про email marketing, например, да? И можно сослаться на эти книжки, и из них какие-нибудь статки бахнут, что вот это в среднем увеличивает конверсию на что-нибудь настолько там, да? Вот, типа, доказательство того, что важно. Дальше. Вот такие-такие-такие штуки надо делать, потому что это ведет к каким-то результатам. Дальше. Как CRM Tools. Блин, нифига себе какая красотища. Influencer marketing. Короче, мы перечисляем все возможные виды, да? Мы очень хорошо сегментировали. Ну, как мы. Не то, чтобы мы сегментировали. Чат GPT сегментировал. По видам маркетинга, которые мы можем применять в Digital, и рассказываем, как каждая из этих отдельных штук работает. То есть, эти пункты, их надо еще расписывать, и расписывать их тоже надо через GPT. То есть, ты прям просишь, ну, давай, ладно. Что-нибудь конкретное возьмем отсюда. Вот, давай, например, мы хотим вот этот пункт расписать. Using CRM Tools to track and analyze customer interactions under email marketing and CRM. У нас есть, например, subsection. Email marketing and CRM. Customer relationship management system. И мы там, типа, subsection вот такой создаем. Дальше говорим. Дядя, я хочу анализировать customer interactions с помощью CRM. Как бы мне это сделать? Типа explain using CRM tools to track and analyze customer interactions in one paragraph in one paragraph in an article research article style. Да, можно сейчас в GPT просить определенного стиля придерживаться. Длинно как. Ну, ладно. Tools play a crucial role in tracking and analyzing customer relations in today's data-driven landscape. Business increasingly reliant on CRM tools to gain insights into customer behaviors и так далее. А они, короче, collection, serialization of customer data, effectively using CRM tools. Короче, это чисто вводный абзац нашего subsection. Мы его перефразируем через парафрейс. А-па-па, требуется премиум. Он только кусочек оттуда перефразирует. Ну и ладно. Кусок не перефразирует. To improve customer satisfaction. Так и сделаем. Короче, мы вот прямо тут бомбим вот такую штуку. И кусок, который у нас не удалось перефразировать, тоже копируем. И вставляем его заново, чтобы перефразировать. Continue for free. Устал, короче, да? Устал. Хорошо. Так, я залогинился в эту дичь, чтобы она... Так, consumer satisfaction, high retention rates и так далее. Прекрасно. Это кусок, который мы improve. Как раз consumer satisfaction... Бла-бла-бла. Enables organization to improve consumer satisfaction, high retention rates and growth. And these are key drivers in the furiously competitive online business. Хороший. Все. Круто. Это мы что нашли такое, что такое, как работает CRM. Теперь давай погнали. Give five steps instruction of incorporating... Incorporating CRM in my business. Да, все, красота. Определи какие у тебя цели в CRM. Вот какие-то там... Clearly undetify your goals. Бла-бла-бла. Хорошо, нет, давай не так. Давай не my business. In company selling eyeglasses. Вот так. На. Че тупим? Я же платную подписку оформлял, чтобы ты тупила. Не тупи, пожалуйста. Давай. Я в тебя верю. Давай обновим страничку. Я понял, это мой интернет тупит. Приехали. Ну все. Давайте я снова вас на паузу поставлю. Все. Получилось. Значит, пятишаговая инструкция. Такая-то CRM в company selling. Короче. Identify your customer touch points. Start by mapping out the customer journey. Identifying the various touch points. Various touch points where your customer interacts with your business. Например, твой веб-сайт. Или social media channels. Physical stories. Или, короче, где он там взаимодействует. Это тебе будет понятнее после этого, какую ты дату хочешь собирать. И трекать в CRM-системе. Потом выбери software. Что использовать для CRM? Для retail business. Preferably with features and functionalities, которые нужны именно eyeglass industry. Ищи CRM-систему, которая, короче, с лидами работает, с контактами, с сегментацией клиентов, с отслеживанием заказов и с возможностью аналитики. Убедись, что она интегрируется с существующими системами и процессами. Ну, в общем, это прям вот твой диплом. Типа ты такой, вот так надо все делать, короче. Вот тебе пять пунктов, вот они расписаны. Вот они перефразированы, чтобы не анализироваться, как AI generated. То есть ты просто экономишь очень много времени, ваше руками все это. Не пишешь, не ищешь там из статей. Ты хорошее, годное такие описал и выдаешь, да, там тому, как это вообще делается. Показываешь, как будто ты там на парах очень много всего этого проходил. Шаришь, знаешь, читал, исследовал и так далее. Ну, это и есть твоя задача, да, в дипломе. Далее, что мы еще там хотели с тобой? Ну, это мы что? Это мы просто полезли внутрь какого-то пункта-подпункта для примера. Для того, чтобы показать, как внутри примера, внутри вот, внутри истории про CRM, где она у нас была, она была в e-mail маркетинг. Вот конкретно вот этот подпункт, ну, очень подробно расписали. То есть у тебя диплом в итоге получается страниц на 40-50. Ты каждую штуку очень подробно расписываешь, перефразируешь и так далее. Прикинь, 50 страниц ты не мог бы быстро сделать, да, в смысле? Ну, а теперь можешь, типа, руками писать 50 страниц, это дичь. Вот. Дальше. Аналитика. Measurement and Analytics. Это мы говорим дальше про то, что в диджитал-маркетинге аналитика и измерение, это очень важно, да. Важность отслеживания и измерения твоих диджитал-маркетинг-эффертов. То есть что такое KPI, да, там как это работает и так далее. Вот. Дальше мы просто по каждой из этих штучек можем, может быть, можем оценить грубо, что это дает нам там, не знаю, вплоть до 100% прироста, короче, по количеству пользователей. А это дает нам там еще, не знаю, там 40%. Это еще, еще. Ну, короче, просто на рандоме или там как-нибудь просто из головы, из каких-нибудь исследований. Вот. И можно где-нибудь красиво в конклюзионе сказать, что если все это применить, то мы получаем там 500% рост. Ну, короче, какие-то такие волшебные цифры. И это, собственно, соответствует теме диплома про Rapid Growth, да. Что мы говорим, что мы хотим залить, чтобы все это жестко выросло. Ну, вот так вот все это надо делать. Это все жутко полезно там и так далее. И есть огромный потенциал, потому что рынок просто бешеный и огромный. И ты на нем очень маленькая компания. И у тебя Competitors ничего не используют. Интересно, наверное, было бы еще в процессе реального уже, не просто фейкового чат GPT-исследования. Интересно было бы, наверное, посмотреть реально на то, какой из каналов вот этих описанных максимально недоразвит в твоей компании, про которую ты пишешь, которой вообще нет просто, по сути. И предложить какие-нибудь лоу-кост решения. То есть прям, ну, за копейки кто просто, типа, вот нанимаешь чувака там за столько-то тысяч в месяц, там, примерно, специалиста, да. В среднем по рынку, там, что-нибудь там, ссылочка на Headhunter какой-нибудь. И он тебе делает вот это все вот так, вот так, вот так, грубо говоря, практически под ключ за вот столько месяцев. И у тебя появляется целое направление, которое, ну, вот что-то такое делает. Понятно, что на самом деле, ну, это все какие-то фантазии про единорогов. В нашем дипломе будут в смысле того, что мы, ну, мы описали, как можно очень круто потратить очень много денег на то, чтобы, возможно, ничего не получить вообще. Вот. Но мы там много вначале накидали про то, что диджитал-маркетинг это очень кост-эффективно, очень современно. И вообще вот так вот все это делается. Вот. А если постараться, можно, наверное, все эти стрёмные, большие абзацы, странные слова переделать в простую степ-бай-степ инструкцию для малой компании. Тоже прикольно. Типа, как подходить к диджитал-маркетингу, такой партизанский маркетинг для небольшой компании. И вот, типа, вследствие там скольки-то часового сидения с чат-GPT можно даже не диплом в итоге составить, а готовую PDF-ку инструкцию для твоего знакомого предпринимателя, который хочет залезть вот, ну, короче, в какой-то диджитал-маркетинг. Это ему такой. Смотри, вот тут надо делать это, это, это. Вот тут делать это, это. Как? Вот так, вот так, вот так. Тут вот так, вот так, вот так. А за такое уже можно, кстати, наверное, и денег брать, да, за то, что ты там, типа, 3-4 часа с чат-GPT посидел, по-брейнштормил, получил красивую структурную, типа, прям инструкцию к действию. Это можно продавать как там месяц работы моего консалтингового агентства. Понятно, что это на самом деле был не месяц работы, вот. Ну, продавать можно тоже, это, типа, мы говорим про что-то плохо так делать. Вот, я так не собираюсь, например, делать. И по итогу ты можешь дешево, практически бесплатно, за реально маленькое количество трудоусилий, предоставлять каким-то знакомым компаниям очень мощные консультации. Я говорю, что это можно продавать как там 100 часов работы твоего микроконсалтингового агентства, маркетингового там и так далее. Потому что это сейчас так продается маркетинговыми агентствами, которые там составляют тебе большущий план действий такой на основе их там экспертизы, расписывают подробно, бла-бла-бла. Но вот в современном мире кажется, что мы можем использовать для этого AI-инструменты и экономить огромное количество времени. Вот. Как эта экономия времени в итоге превратится? Ну, то есть, либо можешь за там кучу денег это продавать как ценный продукт, либо можешь это типа супердешево делать для там своих компаний, для дружественных компаний. В итоге у тебя есть вот такая суперспособность теперь. Интересно. Начали диплом писать про маркетинг, закончили тем, что мы там можем это в продукт превращать, да? Короче, идей про то, как построить что-нибудь с ChatGPT, их супер дофига. Я, наверное, тебе скину в итоге... Да, пойдет вот эта версия, потому что в ней есть вон какой-то Table of Contents, что-то такое. Это мне больше нравится, чем начальную версию тебе скидывать с названием Универа, с названием там Paper, Вася Пупкин. Вот. Ну что, еще раз хочу дать тебе несколько призывов к действию. Подпишись на этот канал, пройдись по ссылочкам в описании, подпишись на все возможные мои ресурсы. Все ссылки про то, как там дать мне денег просто за то, что я хороший человек, они тоже есть в описании. И, собственно, увидимся с тобой на вебинарах, лайв-трансляциях, которые у нас возобновляются на этом канале. И ты теперь сможешь на них ходить. И на следующих роликах увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok